Психай скушують, який Господь добрый! И тех, кто сегодня единается с нами благодаря Радио Мария и телевидению. Это достижение Церкви. Очень большое достижение Церкви в Украине, что у вас есть свое телевидение, что у вас есть Радио Мария. Это тот Амвон, который сегодня жизненно необходим. Мы радуемся тому и в Белоруссии, и здесь в Украине, в многих других странах бывшего Советского Союза, что у нас много людей в храмах. Слава Богу, люди идут в храмы. Люди идут, чтобы приобщиться к Господу, чтобы жить Его благодатью, чтобы жить Его всегда живым и действенным Словом Божьим. Но еще большее Амвон – это, конечно же, католические средства массовой информации. Я вчера посетил ваш медиа-центр и, конечно, должен отдать должное Католической Церкви в Украине за это великое достижение и это великая радость вашего епископа, вас всех, потому что действительно благодаря этим средствам массовой коммуникации, и Слово Божие сегодня доходит и до тех, до больных, до тех, кто, может быть, в дороге находится, может, на работе находится и тому подобное. Сегодняшнее воскресенье – это воскресенье радости. Мы переживаем время Великого Поста. Мы начали его с обряда посыпания голов пеплом, когда священник, посыпая наши головы пеплом, говорил нам, «Помни, человек, что ты прах, и в прах обратишься», говорил нам, может быть, другие слова, «обратитесь и веруйте в Евангелие». В первый же день Великого Поста Иисус Христос обратился к нам с воззванием, чтобы мы молились в это время, что мы ограничивали себя не только в еде, но, может быть, и в каких-то телевидениях, просмотре телевизионных программ, интернете, воздержались от пищи мясной, от веселительных мероприятий и тому подобное. Этим самым закаляли свой дух. Ну и, конечно же, Господь призывал нас в начале Великого Поста к делам милосердия, что особенно важно в этом году. И сегодня мы подошли уже к экватору Великого Поста. Мы уже входим во вторую половину его, и это время, этот год, и эта подготовка к Пасхе совпадает как раз с теми великими событиями, которые произошли в Украине 25 лет тому назад, когда Святой Отец Ян Павел II прочитал знаки времени и мгновенно их использовал. Когда восстановил структуры католической церкви здесь, в Украине, и когда назначил новых епископов, и я был одним из тех, кто участвовал в Хератонии, всех четырех новых епископов, троих во Львове, и, как уже вспоминал ваш владыка, в Житомире епископа Яна Пурвинского. Это было начало возрождения католической церкви на этой земле. А многие люди, старшие, еще, наверное, помнят те времена, когда священник Хопе приезжал из Одессы, чтобы совершить здесь мессу. Приезжал очень редко, потому что и там имел свой приход. А сегодня, насколько я знаю, уже восемь приходов действует только в самом Киеве, что у вас очень много священников, монашеств, ющих, издается религиозная литература, много различных движений. Поэтому радость тех чтений, которые церковь предлагает нашему вниманию, она также и еще увеличивается той радостью, что в этом году мы отмечаем, так же, как и церковь в Беларуси, так же, как церковь в России, так же, как церковь в Казахстане и в Средней Азии, 25-летие, серебряный юбилей, возрождение ее структур. И за это мы должны благодарить Бога. Наши сердца должны быть преисполнены этой евангельской радостью, ибо каждый день нас также приближает к Пасхе, к празднованию Дня нашего спасения. Понятно, что человек сам себя не мог спасти, сам не мог, не имел возможностей и силы для того, чтобы выйти из этого рабства греха. Это должен был сделать Сын Божий. И поэтому наша радость сегодня должна преисполнять наши сердца. В давние времена, когда существовало еще рабство, когда торговали рабами, был как бы аукцион такой, выставляли раба, и, пожалуйста, вот стартовая цена, и покупай. И начинался торг такой вот. И однажды на таком аукционе, если так можно сказать, появился молодой человек, хорошо одетый, видно было, что он состоятельный. Он так смотрел на этих рабов, которых продают, и среди них находилась молодая красивая девушка. Она была очень перепугана. Кто станет ее теперь господином? Она не знала, как ее новый господин будет к ней относиться и тому подобное. Наверняка каждый из нас подобно вел бы себя. И вот продают ее, назвали стартовую цену. Этот молодой человек подходит и говорит, я плачу три раза больше. Я ее забираю себе. И она, конечно, перепуганная вся, подходит к нему. И дальше наступило то, чего никто не ожидал. Он ей говорит, ты свободна. Я тебя выкупил из рабства. Все мы, дорогие братья и сестры, из-за греха наших первых родителей, Адама и Евы, также попали в греховное рабство. И мы недостаточно уже было жертвы, цельцов и козлов, чтобы избавить нас из этого рабства, чтобы выкупить нас из этого рабства греху. Это должен был сделать Сын Божий. Воплощенный Сын Божий, который стал человеком ради нас и ради нашего спасения, как мы исповедаем в нашем исповедании веры. И поэтому Он нас избавил. И это та великая радость, которая должна приполнять наши сердца, ибо мы приближаемся к этому празднику Пасхи, торжеству торжеств. Но, дорогие братья и сестры, мы должны стать причастниками этого спасения. Недостаточно только иметь великолепную библиотеку и говорить, что я умный, если я не буду читать книги. Я должен их читать. Я должен изучать и тому подобное. То же самое, недостаточно только знать о том, что Иисус нас спас, но надо стать участниками этого спасения. Надо позволить Иисусу Христу, чтобы Он вошел в наше сердце, в нашу душу и нас изменил. Изменил нашу духовную жизнь, чтобы из нас греховных, а мы все греховные, мы все знаем, что мы, что такое добро, но в то же самое время мы чиним зло. Это такая человеческая природа. Она искажена первородным грехом, и мы все выбираем очень часто вместо добра зло. Сегодняшняя Евангелие говорит нам о том, что один человек, у него было два сына, старший и младший, как часто бывает. И вот младший сын сказал мне, папа, я не хочу с тобой жить, ты отдай то, что мне полагается, ту часть твоего добра, которая у нас есть в семье, потому что, согласно закону, что-то мне принадлежит. Я знаю, как жить, я знаю способы, я ухожу из дома. Ну и папа ничего, что мог сделать, отец отдал ему. И как мы слышали в Евангелии сегодняшнем, он все это, конечно, прогулял. И остался с ничем. Когда деньги были, наверняка у него было много друзей, ему хорошо жилось, но когда деньги завершились, кто к нему пойдет, кто его возьмет куда, к себе, кто ему поможет? Никто. Так в жизни есть. Так было, так есть и так будет. И вот что он идет, конечно, нанимается у другого хозяина и становится тем, кто пасет свинья. Но он видит, что там очень плохо, что те пастухи, которые пасут свинья у его отца, они живут значительно лучше. Можно себе представить, какая внутренняя борьба была в сердце этого человека. Что делать? Этого молодого человека. Но он нашел в себе силы и сказал, встану и пойду. Встану и пойду. Это ключевые слова, которые мы должны запомнить во время Великого Поста, которыми должны руководиться. Встану и пойду, ибо Отец меня ждет. В нашем случае нас Небесный Отец, который является милосердным. Мы живем в год, в юбилейный год Божьего милосердия. И Папа Франциск еще и еще раз нам подчеркивает то, что Бог не перестает нас любить. Он не устает быть милосердными относительно каждого из нас. Только мы устаем просить об этом милосердии. Только мы устаем любить Его. Но если мы сегодняшнее Евангелие сравним с другими пассажами Евангелия, очень похожими, например, что женщина потеряла драхму или пастуха потерялась овца. Три случая. Там потерялась драхма, здесь потерялась овца, здесь потерялся молодой человек. Как бы все то же самое. Однако это не то же самое по своей сутности. Драхма – это деньги, имеет какую-то ценность и тому подобное. Но драхма не виновата, что она потерялась. Виновата женщина, которая как-то не засмотрела. А может, случайно эта драхма выпала и тому подобное. И, конечно, драхма тоже, как неодушевленный предмет, ну не может сказать, что я нахожусь здесь, ты там не ищи в этом углу, ищи меня в другом углу. И овца уже, конечно, это животное. Тоже может потеряться. Может, кто-то напугал, какой-то зверь. А может, просто искала себе овца травы, пищей, ну куда-то зашла, провалилась между скал и тому подобное. Но она может подать уже какой-то голос. Хотя, в принципе, конечно, опять виноват пастух, который не досмотрел этого. Но в случае сегодняшнего Евангелия, в случае с этим молодым человеком, этим младшим сыном, он ушел добровольно. Мы сотворены Богом по образу и подобию Божьему. И он тоже был сотворен также по образу и подобию Божьему. Мы получили свободу выбирать, свободу выбора. И за эту свободу, за этот выбор, за пользование этой свободой выбора, мы сами отвечаем. И он выбрал, он выбрал другой путь. Так же само и мы выбираем. Что выбираем? Бога, жить с Богом, жить согласно Божьего закона, или отойти от Него. К сожалению, современный мир очень часто живет так, как бы Бога вообще не существовало. И мы, христиане, тоже подобным образом очень часто так живем. Мы приходим в храм, наброжно складываем свои ручки, молимся. Господи, прости меня. Господи, благослови меня. Господи, дай мне то, то, другое, пятое, десятое и так далее. Но выходим за двери храма, и начинается та же самая жизнь, какая была перед этим. Мы живем очень часто как язычники. И мы очень можем увидеть много проявлений этого язычества, много проявлений того, что наша христианская жизнь, она не отвечает идеалам христианства, она не отвечает идеалам Евангелия, которые записаны тут, в этой книге. Здесь записано то, каким образом мы должны жить. Это и кризис семьи, это и супружеская неверность, это и аборты, это и разводы, это также и убийство нерожденной жизни, это использование новейших достижений науки в области генетики, например, для манипулирования этим самым великим даром, каким является дар жизни. Это и коррупция, это и неупорядоченная, не согласованная с Божьей волей, не отвечающая Божьей воле, сексуальная жизнь, которую молодежь просто обогатворяет. И многое-многое другое, мы можем целую литанию этих аномалий современного мира здесь перечислять. Это все свидетельство того, что мы так живем. И очень часто человек себя оправдывает. Да, ну все так живут. Мой сосед, моя соседка, посмотрите вокруг, посмотрите телевидение, радио, ну все так живут. Очень часто мы в своей жизни похожи, может быть, ну, на такого путника, кочевника, который много дней уже находится в дороге, он поставил себе палатку, спит, но ночью проснулся, хочет есть, голодный. Он вспоминает, что где-то мясо имеет. Он зажигает свечу, берет это мясо, начинает есть, смотрит, что это мясо уже начало гнить. Плохой этот кусок. Он выбрасывает его, берет второй, тоже выбрасывает, третий выбрасывает, в конце концов гасит свечу и в темноте съедает все. Ну да, съедает все. Очень часто мы тоже так поступаем. Ну, потому что все так живут. Является ли такое христианство тем христианством, каким оно должно быть? Отвечает ли оно идеалам Евангелия? Отвечает ли оно мысли нашего Творца? Бог сделал нас свободными, но в то же самое время Он расставил знаки, эти дорожные знаки, этими дорожными знаками нашей духовной жизни являются Божьи заповеди, являются Евангелия, являются учения церкви. Чтобы приехать с Киева, ну, не знаю, в Минск там, или в Одессу, в Житомир, нужно смотреть на дорожные знаки. И никто из нас не говорит, когда мы подъезжаем к, скажем, к перекрестку и горит красный свет, что этот красный свет, семафора, ограничивает нашу свободу. Потому что очень часто мы можем услышать, что люди говорят, да, это Божий закон ограничивает нашу свободу. Мы знаем, что может случиться. Если мы поедем на красный свет, ну, конечно, может, будет авария. Мы можем сами погибнуть, кто-то другой побегнет и тому подобное. Но то же самое и с нашей духовной жизнью. Если мы не будем придерживаться этих дорожных знаков нашей духовной жизни, мы тоже погибнем. Погибнем духовно. Мы опять придем в это духовное рабство. В таинстве крещения мы стали святынями Святого Духа, но когда мы грешим, мы теряем этот статус святыни Святого Духа. И только покаяние, и только Божье милосердие может вернуть нам этот статус. Поэтому мы в Великом Посту должны спросить себя, какими мы являемся. Я, конечно, не знаю, но думаю наверняка, что в Киеве есть зоопарк. Наверняка и большой, не знаю, наверняка. Большой город. Если нет, в Минск приезжайте, в Минск есть. Ну вот случилось так, что однажды в зоопарке сдохла обезьяна. Шимпанзе, очень похожий на человека. Ну беда, нету. Кто будет смешить людей и тому подобное. Дорого сегодня, пока копят, пока привезут. И кто-то говорит, ну у нас тут есть такой один работник, такой спортсмен хороший, значит. Может быть, мы его оденем в эту шкуру этого шимпанзе, он так немножко потренируется и будет смешить людей, особенно детей. И неплохо получалось. Но поскольку он был такой спортсмен хороший, он так высоко прыгал, однажды так высоко прыгнул, что перепрыгнул этот забор и попал в вольер, где мирно спал царь зверей. И лев, что-то рядом упало. Лев недоволен так. Поднял голову, одним глазом посмотрел, вторым глазом посмотрел, зарычал, поднялся на свои лапы и так медленно идет в направлении этого обезьяны и рычит очень сильно, все громче и громче, значит, так сурово. А обезьяна вся трясется, трясется, лев все ближе и ближе. И обезьяна человеческим голосом говорит, не подходи, не подходи, я боюсь. А в ответ лев тоже человеческим голосом говорит, не кричи так сильно, потому что и меня, и тебя выгонят с работы. И лев, и обезьяна были искусственными. Искусственная еда, искусственная одежда, все вокруг искусственное. Но ты человек, не можешь быть искусственным. Твое христианство не может быть искусственным. Твое христианство должно быть правдивым, истинным. Поэтому и существует Великий Пост. Поэтому и существуют практики Великого Поста. И та же самая молитва, и тот же самый пост, и дела милосердия, а, конечно же, покаяние. Таинство покаяния. Таинство примирения с Богом и Церковью, с Богом и с людьми. Когда мы выходим из дому, утром встаем, приводим себя в порядок, мы смотрим в зеркало. Почему? Зеркало нас никогда не обманет. Зеркало всегда скажет, какими мы являемся. Мы, может, представляем себя красивыми, или не очень, значит, и так далее. Но зеркало скажет, какими мы являемся. Но есть еще другое зеркало. Зеркало Евангелия. Зеркало Закона Божьего. Поэтому мы должны встать перед этим зеркалом, посмотреть, какими мы являемся. Что в нашей жизни нужно изменить. Изменить через служение Церкви. Через той Церкви, которая уже 25 лет здесь возрождается. И мы являемся не только свидетелями, но и участниками этого возрождения. Поэтому, возлюбленные во Христе, братья и сестры, приближаясь каждый день в торжеству торжеств Пасхи Христовой, посмотрим, заглянем в это духовное зеркало. Зеркало Евангелия. Зеркало Божьего Закона. Какими мы являемся, чтобы не принимать этой испорченной еды, чтобы не быть искусственными христианами, а чтобы быть истинными христианами. Теми, которые верят в воскресение Господа. И теми, которые верят, что Иисус Свою благодатью воскресает нас к новой жизни, чтобы мы питались не испорченной едой, а всегда живой пищей Божьей благодати, без которой нет спасения. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok